О ветеринарной безопасности на Кубани мы говорим сегодня с руководителем департамента ветеринарии Краснодарского края Романом Кривоносом. Роман Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько предприятий сегодня в Краснодарском крае занимаются животноводством и производством молока? Вы знаете, большое количество предприятий, если мы говорим, грубо говоря, о молочной отрасли, у нас есть крупные предприятия, как Ириновский молочноконсервный комбинат, есть тот же Староминский сыродел, Калория, крупные предприятия, в том числе, это экспортеры. Поэтому все те предприятия, которые есть, они все стоят на учете государственной ветеринарной службы и контролируются вся продукция, которая выпускается нашими коллегами. То есть говорить о том, что сельхозтоваропроизводитель, будь то молочная товарная ферма, которая производит молоко, либо то предприятие, которое занимается уже производством продукции молочной, молока пакетированного, либо сырков, либо сыров, они все под чутким контролем государственной ветеринарной службы все эти манипуляции проводят. А что касается мелких производителей? Мелкие производители в том числе, вы знаете, мы в прошлом году большую работу провели по налаживанию именно производителей молока в ЛПХ, у нас порядка 5,5 тысяч личных подсобных хозяйств, которые занимаются производством молока, да, и они это молоко сдают 120 молокосборщикам, извините. Вот. Молокосборщики собирают молоко в частном секторе и реализуют ее, передают, значит, на крупные предприятия по переработке. Как раз-таки вот мы в прошлом году провели масштабную работу именно по занесению этих данных, этих владельцев, 5,5 тысяч владельцев в личных подсобных хозяйств, в систему Меркурий, для того, чтобы они могли, соответственно, тоже выдавать ветеранские документы, потому что они как производители выдают молоко. Понятно, что бабушка в ЛПХ не будет в программном продукте выписывать ветеранские документы. Мы проработали алгоритмы действий, чтобы эти производители, которые не имеют возможности выдавать ветеранские документы, давали доверенности молокосборщикам, и те своего рода уже это собирали, оформляли и перемещали, чтобы было прослеживаемо и понимаемо данный процесс. Но самое главное, чтобы наши жители нашего региона ни в коем случае себя не чувствовали ущемленными, которые занимаются производством. Потому что, знаете, есть некоторые, говорят, незнание закона не освобождает от ответственности. Мы сегодня подходим к чуть-чуть по-другому. Мы разъясняем и помогаем для того, чтобы у нас в крае была стабильность во всех отношениях. Ну, то есть появляется, допустим, какой-нибудь мелкий новый подсобник, да, и думает, дай-ка я молочком поторгую, а вы о нем уже знаете. Мы, мало того, что в соответствии с нашим региональным законом, мы раз в квартал проводим подворовые обходы. А они для чего нам необходимы? Для того, чтобы мы, первонаперво, проанализировали состояние животных, которые сегодня содержатся в тех или иных ЛПХ, либо установили те животные, которые ранее были не зарегистрированы как в государственной ветеринарной службе, так и в органах местного управления. То есть раз в квартал, как минимум, ветеринарный врач приходит с анализом тех деяний, которые сегодня содержатся в тех животных, которые в личных подсобных хозяйствах. Поэтому постоянно под контролем. И более того, я с 2017 года начал такую практику вводить, когда мы проводим перекрестный анализ данной деятельности, потому что, к сожалению, где-то замыливается глаз, люди ходят, что-то понимают, где-то не доходят, может, до кого-то. Ну, путем перекрестного анализа деятельности, да, мы доходим до каждого ЛПХ, берем на учет, анализируем, и все животные у нас под контролем. Конечно же, выявляются факты, и сейчас эти факты имеют место быть, когда животные просто человек приобрел, и, конечно же, он не заявил об этих животных в органы ветеринарной службы, в органы местного управления. По незнанию или? Ну, по незнанию, конечно же, проводится информационная работа, исходы граждан, но, тем не менее, думая, что, ну, приобрел он там поросенка, да, и не заявил об этом ветеринарной службы, он сделал хорошее дело. Нет, конечно же, необходимо, в первую очередь, информировать органы госвласти для того, чтобы мои коллеги на местах могли в отношении этих животных проводить все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия. Вот для этого необходимо. Сегодня нету никакого запрета по содержанию никаких видов животных в подворьях. Есть требования законодательные, да, по содержанию этих видов животных. Если мы говорим о свиньях, есть 114 приказ Минсельхоза России, который регламентирует порядок содержания свиньи как в личном подсобном хозяйстве, так и в крупных хозяйствующих субъектах. Если мы говорим о содержании крупного гатого скота, аналогичный приказ номер 551. На сайте департамента эти все приказы мы разложили в таком более банальном и понятном языке для населения, чтобы это было написано не казенным языком, не юридическим языком, когда, ну, может только специалист и профессионал понять, о чем это написано. Мы для людей разложили эти листовки, чтобы люди понимали правила игры, что делай раз, делай два, делай три, и ты в рамках закона содержишь животных. Такие же правила есть и по содержанию птицы. То есть сегодня все регламентировано и все понятно. Скажите, а как проходит диагностика и вакцинация? Ну, я повторюсь, у нас есть весенне-осенние обработки. Это как бы классика, когда осенью и весной заходят на обработки. Но в связи с тем, что у нас край южный, да, и у нас как особо и морозов-то они бывают, у нас они практически не останавливаются. У нас в постоянном режиме проводится диагностика, то есть приходят в подворье мои коллеги, ветеринарные специалисты, муниципальных образований проводят. Осматривают каждое животное? Проводят клинический осмотр, проводят отбор проб крови для направления в лабораторию для исследования. Соответственно, после чего проводятся вакцино-профактические мероприятия по иммунизации тех или иных животных. Вот за прошлый год, просто к примеру, 777 тысяч вакцино-профактических мероприятий было проведено против сибирской язвы. Особо опасное заболевание мы провели. 1 миллион 361 тысяча вакцино-профактических мероприятий против ящера. Ящер тоже особо опасное заболевание. И, вы знаете, вот мы такой большой объем иммунизации провели, и провели анализ после вакцинального иммунитета. И 76% напряженности иммунитета сегодня в крае у тех животных, которые привиты, имеет место быть. А 76% это, обратно же, является достаточным для того, чтобы не допустить возникновения массового заболевания животных. Почему мы говорим о ящере? У нас буквально в 2013 году регистрация данного заболевания была на территории Мостовского района, когда оперативно проводились мероприятия по ликвидации тех неблагополучных пунктов, которые регистрировались. И, конечно же, недопущение распространения по всей территории нашего региона. Если, к примеру, то в Российской Федерации в прошлом году 17 неблагополучных пунктов ящера регистрировалось. В текущем году, месяц практически только прошел, уже один неблагополучный пункт я еще разорегистрировал на территории Забайкальского края. Это граница с Китаем. Преволюбшая часть неблагополучных пунктов там и регистрируется. Забайкалья, Приморский край. Поэтому, конечно же, мы иммунизируем и подвергаем, скажем так, анализу все действия. Если мы говорим о гриппе птиц, то в прошлом году 2 неблагополучных пункта гриппа птиц регистрировалась на территории Ростовской области. Почему мы вот так вот масштабно и с начала текущего года сегодня занимаемся иммунизацией. Вот обратно же и в Ростовской области возникало не просто в ЛПХ у граждан, а на крупных предприятиях. То есть там и объем той продукции, которая поставлялась, реализовывалась, субъект очень был большой. Поэтому такая накропотливая, каждодневная, нужная работа проводится и в муниципальных образованиях нашего края. Большой штат у вас сотрудников? Вы знаете, сегодня численность специалистов государства и ветеринарной службы насчитывает 2969 тысяч человек. Ну, порядка 3000 человек сегодня имеют наш штат. И это все грамотные, компетентные, подготовленные люди. Более того, мы занимаемся постоянно повышением квалификации наших специалистов. И у нас порядка, если подводить анализ, то порядка 90% является повышением квалификации. Мы только за прошлый год порядка 500 человек повысили квалификацию. Только за прошлый год. Это по направлениям как врачи-веценэксперты, врачи-эпизотологи. В рамках нашей государственной программы мы провели два семинарских занятия с участием ведущих ученых в области тех или иных заболеваний. Приглашали с других субъектов Российской Федерации. Там слушатели, не менее 40 слушателей принимало участие. То есть мы постоянно занимаемся именно повышением квалификации. Для того, чтобы специалисты государственной ветеринарной службы Краснодарского края были как булатные, наточенные кинжалы, чтобы они были готовы всегда к тем угрозам, которые могут возникать. И чтобы наш край всегда стал состабильным. Чтобы продовольственная безопасность, которая сегодня на слуху, имела место быть. И знаете, из положительного, к концу 2012 года на территории края содержалось чуть больше 200 тысяч свиней. В общем, консолидировано. Если мы говорим, то конец 2019 года в крае увеличился объем содержащихся животных. 633 тысячи. То есть это большой объем. Мы сегодня потихонечку наращиваем. И, конечно, задачи стоят, чтобы у нас не менее миллиона свиней в крае было. Хотела про вакцину спросить. Вы ее закупаете где-то? Вы знаете, вакцины поступают для того, чтобы мы сегодня проводили все необходимые манипуляции в частном секторе. Бесплатно за счет средств федерального бюджета. Наши коллеги из Минцельхоза России поставляют ее. Они приобретают за счет средств госзаказа и поставляют. И постоянно вакцина у нас есть. То есть мы так грамотно планируем мероприятие, чтобы у нас в начало года, мы не дождались поставок федеральных, мы заходили с обработками. Конечно же, есть вакцины, которые за счет средств федерального бюджета не поставляются, приобретаются учреждениями. Также болезнь Нюкасла – птицы. В прошлом году, у нас, по-моему, в феврале месяца, аналогичный период прошлого года, регистрация болезни Нюкасла была в городе-курорке Сочи, высоко в горах, в Ауле. Птицу привезли из другого региона, соседнего нам. И мы вывели болезнь Нюкасла. А что это за болезнь? Болезнь Нюкасла – это заболевают птицы и, конечно же, вызывают высокую летальность. Значит, если мы говорим о профилактике, то она в классической схеме иммунизации, бесплатной, для населения ее нет. Сегодня в схеме вакцинации для общественного сектора, то есть для предприятия, она есть, там выпаивают данную вакцину для того, чтобы птица не заболела. Но мной было принято решение в феврале прошлого года, чтобы мы должны уберечь все по голове в крае, в котором у нас есть птицы, в частном секторе. Мы провели оперативную иммунизацию. Все птицы, содержащиеся в частном секторе. Порядка 5,5 миллионов обработок соответствующих мы провели. И тем самым мы уберегли население птиц в частном секторе. В других регионах, где эту работу не провели, к сожалению, был урон у жителей, именно в живой силе птицы. Поэтому такая работа, она важная, интересная, нужная. Если ветеринар наш где-то задремал, то, конечно же, угроза стучится в дверь и говорит, не дремай, а пора работать. Но мы постараемся не дремать, а работать на опережение. Наша задача – это работать на опережение, чтобы в крае была стабильность, ветеринарная стабильность, эпизодическое благополучие и рост поголовья численностей, как птицы. У нас порядка 20 миллионов птиц в крае содержится. 540 тысяч крупнорогатого скота содержится. Повторюсь, 633 тысячи у нас свиней содержатся. Этот рост у нас был, и край был самодостаточен, и население нашего региона было сытым и довольным. Рост, вы говорите, есть, значит, это прибавляет вам работы в той части, что и вакцины нужно закупать как можно больше ежегодно. Может быть, даже вам придется как-то увеличивать штат своего департамента? Ну, штат департамента вряд ли мы будем увеличивать, а штат численности специалистов на местах? Специалистов, да. Да, конечно же, в зависимости от необходимости, будем смотреть. И обратно же, если в рамках тех средств, которые нам доводятся, это будет возможно, мы его будем увеличивать. Кадрового дефицита не наблюдается в этой сфере? Вы знаете, за последнее время, я хочу сказать, что положительной динамики сегодня молодежь прошла в службу. Конечно, сегодня у нас средний возраст. Вот буквально подводили итоги прошлого года. Моя кадровая служба сказала, что сегодня средний возраст службы у нас 41 год. То есть мы чуть омолодились за последние три года. Мы с большим почтением и уважением относимся к нашим ветеранам службы. Мы их очень чествуем всегда и очень рады, что они у нас есть и делятся опытом. Но, конечно же, необходимое омолаживание. И вот 41, на начало 17-го года средний возраст был порядка 68 лет. То есть вот такое небольшое омолаживание произошло. Это те новые молодые специалисты, которые окончили наши ведущие аграрные вузы. И как Кубани, наш аграрный университет, и с других субъектов Российской Федерации сегодня приезжают бывшие студенты уже на работу и работают. Конечно же, дефицит всегда имеет место быть. Но если говорить о укомплектованности, то сегодня служба укомплектована 98%. То есть практически в 100%. Не могу не спросить вот о чем. Что касается возимых грузов, продовольствия, как четко это контролируется? Может быть увеличиваются пропускные пункты, увеличивается контроль. И если такие случаи случаются, насколько жесткое наказание за такие нарушения предусмотрено? Вы знаете, в конце 2016 года руководителям нашего края было принято решение о необходимости установления 15 ветеринарных постов, на границе нашего края с соседними субъектами. То есть у нас 12 муниципальных образований, 15 таких постов сегодня стоит. Более того, для усиления этой работы мы в середине, то бишь в мае 2017 года с коллегами из правоохранительного блока проработали, значит, и сформировали 72 мобильные группы, что они себя включают, это сотрудник полиции и ветеринарный врач. И они в определенный период времени, недели, патрулируют территорию муниципальных образований. И по анализовой работы прошлого года, 162 тысячи транспортных средств было досмотрено, значит, недопущено к перемещению 16,5 тысяч животных и птиц, и 222 тысячи тонны животноводческой продукции, условно неблагополучной. То есть из субъекта Российской Федерации возили продукцию без ветеринарных документов, без документов, подтверждающих качество той или иной продукции, так же и с животными. То есть вот такой эффективный барьер, который сегодня в крае есть, и, конечно же, все виновные лица были привлечены к административной ответственности и понесли заслуженное наказание. Ну там что предполагается? Штраф? Административный штраф. Да? Большой размер? Ну, достойный для того, чтобы, скажем так, нарушитель не ездить. Какие еще мероприятия проводит департамент? Вы знаете, масштабная работа, я же говорю, я озвучил, 760 миллионов акцинопаркетических обработок. Эту всю работу мы организовали и скоординировали. Сегодня хочется Олес нам сказать то, что мы вот в 2019 году провели капитальный ремонт зданий и сооружений. Сегодня, к сожалению, на протяжении 30 лет не вкладывали средства в капитальный ремонт тех объектов, недвижимого имущества, которые сегодня в крае есть. И по поручению нашего руководителя нашего региона и при поддержке руководителя нашего региона сегодня эта работа начала проводиться. Мы отремонтируем. В текущем году мы средства в том числе доводим на продельник капитальный ремонт зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении. В текущем году у нас из приятного запланировано приобретение движимого имущества, автотранспортных средств. Мы в каждое вид управления приобретаем автомобиль УАЗ Патриот, 5-местный пикап для оперативного выезда и маневрирования, скажем так, и для того, чтобы мы были мобильными. Конечно же, нельзя сказать о той работе, которая проведена сегодня на рынках ветеринарной экспертизы. Вот мы чуть, может быть, не проговорили, то 68 миллионов экспертиз было проведено на рынке, на убойных пунктах, на мясокомбинатах. Это что такое? Это наш ветеринар-врач, который проверил возможность дальнейшего использования в производстве либо переработке той или иной продукции, которая получилась. Мы порядка полутора миллионов животных провели осмотров перед убоем, 59 миллионов птиц провели осмотров перед убоем, для того, чтобы не допустить к убою больных животных, которые смогут повлечь, конечно же, либо распространение инфекции, и, не дай бог, конечно же, гибель человека. То есть масштабная, планомерная, системная работа она проводится, и в том числе будет проводиться. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу, всего доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...